Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Я ездила в супермаркет. Я была крайне аккуратна, и сегодня я хочу поговорить с вами о страхах. Почему о страхах? Потому что в такие периоды, как сейчас, особенно страхи в нас просыпаются. Нам страшно все. Что с нами будет дальше? Когда все это закончится? А если вдруг я заболею? А если заболеют мои близкие? А если сейчас закроется мой бизнес? А если меня уволят с работы? А если у меня перестанут покупать? А если уже перестали? И, конечно же, я прекрасно вас понимаю, что все это очень страшно. Но вы знаете, я очень часто повторяю себе фразу, которая работала со мной всегда. Звучит она следующим образом. Если ты не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним. Я каждый раз и в каждом видео говорила и продолжаю вам говорить о том, что кризис – это возможность. Любой кризис. И та ситуация, которая нам дана, она дана нам вселенной, она дана нам даже не людьми. А, соответственно, можно ли поверить, что вселенная хочет нас разрушить, она нас ненавидит. Она могла бы нам послать какой-нибудь штормик, ураганчик, и нас бы не стало. Она могла бы послать нам наводнение, она могла бы послать нам просто метеорит, и все бы закончилось. Но нет. Значит, она не хочет нас убить. Значит, она хочет нам что-то сказать. Значит, она хочет нас чему-то научить. И, соответственно, стоит ли этого бояться? Нет. Мы должны только благодарить. Боимся мы всегда неизвестности. Мы боимся, когда мы теряем контроль. Мы боимся тогда, когда мы в некоторых случаях боимся взять на себя ответственность. Потому что для кого-то сила – это контроль, для кого-то потеря контроля является гораздо более страшным. Поэтому мы все абсолютно разные. И поверьте, нет сейчас людей, которые бы чего-то не боялись. У каждого есть свои страхи, безусловно. Я, например, больше беспокоюсь о своих близких, о своей маме, чтобы ничего, не дай бог, с ней не случилось. Конечно же, мне немного страшно. Но я сегодня, каждый день, сегодня, каждый час, честно вам говорю, благодарю Вселенную за то, что она заставила нас, людей, сейчас, стать ближе и, наконец, начать друг друга слушать. Не всех, конечно, я смотрю, что огромное количество людей продолжают жить своей жизнью, продолжают иметь те же грязные мысли, продолжают обсуждать кто, что, где, кому сказал, продолжают верить во всякие бредни. И мне так и хочется сказать – люди, люди, услышьте, остановитесь, что должно случиться, чтобы вы остановились и, наконец-то, поняли, что так больше нельзя. Я, нам говорят об этом. И бояться нужно было тогда, когда Вселенная молчала, тогда, когда у нас назревала очередная мировая война, тогда, когда у нас назревали. Вы посмотрите, что творилось во Вселенной. Какие-то постоянные потопы, ураганы. С нами же разговаривают, но мы не слышим. И сейчас нам не нужно бояться. Сейчас нам нужно благодарить. И сейчас нам нужно искать возможности. Я хочу, чтобы вы посмотрели на эту ситуацию с другой стороны. Посмотрите, какое яркое солнце светит. Но это же прекрасно. Сейчас, я не знаю, как вы, но я стала ценить выход. Выход. Мне стало страшно выходить в люди. Я редко это делаю. Но я стала ценить это. Я стала ценить, что, оказывается, как классно будет, когда нам разрешат поехать на шашлыки летом. Я стала ценить, как круто, когда можно с детьми поиграть в лото. Я стала ценить, даже я узнала, какой у меня дома классный супер-пупер-пылесос. Которым я могу попылесосить и получить удовольствие. Потому что раньше с ним была только моя домработница, гуляла и тусила. И вы знаете, я стала ценить людей, которые меня окружают сейчас. Я так многое стала ценить и замечать. Хотя раньше вроде ценила, вроде знала, вроде как бы да. Но сейчас эта ценность становится значительно выше. И я очень хочу, чтобы вы убрали у себя страхи. Чтобы вы не поверили в то, что что-то может случиться с вами плохое. Я говорю вам постоянно. Ну, мечтайте свою жизнь. Перепишите. Придумайте ее. Просто дайте вселенной план. Расскажите, чего вы хотите. А не бегите постоянно, как белки в колесе, которые мы постоянно. Мы все такие. Мы так боимся сильно, что мы остановимся. Потому что нам куча всего надо. У нас постоянно куча счетов. У нас постоянно куча проблем. И даже если их нет, мы обязательно их себе вбросим. Мы обязательно найдем какие-то ссоры, разборки. Мы влезем во все жизни. Зачем? Бояться на самом деле нужно было только одного. Что это никогда не закончится. Что мы так и не осознаем. Что нам дан величайший дар жить. Познавать этот мир. Узнавать этот мир. Познавать себя через этот мир. Проявляться и делать его лучше. А не бесконечно засирать. Поэтому не надо ничего бояться. Радуйтесь и поблагодарите вселенную прямо сейчас. И подумайте о том, кем вы хотите быть. Подумайте о том, что вы хотите делать. Подумайте о том, а что вам нравится в этой жизни. Может быть вы увидите, что вам нравится больше времени проводить с семьей. А вам нравится, может быть, работать дома. А вам нравится еще масса других вещей. Сейчас самое время об этом узнать. И мечтать. И придумать. И рерайтить. Я желаю вам хорошего дня. Не буду делать это видео долгим. Я уже приехала. Хочу к своей семье. Поставьте, пожалуйста, лайк, если оно вам понравилось. И пусть все будет хорошо.